Всем привет! Я рад приветствовать вас с вами на канале и сегодня мы поговорим о портативном питании. Но если вы не подписаны на мой канал, то обязательно подпишите, потому что здесь я рассказываю про синтезаторы, про модули и синтезаторы, в том числе про электронную музыку. Но если вы уже подписаны, нажмите на колокольчик, потому что как только видео выходит, вы сразу получаете пуш-уведомления и сможете посмотреть видео в числе первых. Это также положительно влияет на мою статистику, когда видео смотрят больше людей в самом начале, его начинают рекомендовать другим пользователям. Это очень здорово для алгоритмов ютуба, ну и для меня в целом. Сегодня мы поговорим о питании. Питание это изначально для педал-бордов. Те, кто играет на гитаре, прекрасно знают, для чего оно нужно. Потому что когда у вас там 3 и 5 педалей, носить под каждый блок питания совсем неудобно. И если у вас там одна педаль, может быть это удобно, но когда 2 или 3, как минимум нужно уже с собой таскать какой-нибудь удлинитель, точнее сетевой фильтр для того, чтобы подключить. А это занимает много места. Ну и соответственно, зачем таскать лишний фильтр, когда можно взять еще несколько педалей. Давайте представим, что сегодня у меня концерт на этой кухне. И я хочу оптимизировать свой сетап максимально, чтобы не носить сюда никакие сетевые фильтры. И просто взять одно питание и подключить эти устройства. В данном случае питание компании Chox, называется DC7 Power Supply. И оно имеет 7 выходов, которые можно посредством вот этой схемы. Вы можете переключить вот эти положения, вот эти рычажки для того, чтобы подать на него, например, на один из выходов 9 или 12 вольт, 15 и даже 18. Но по амперажу оно, соответственно, также будет съедать. То есть 9 вольт дает 660 мАч, а 18 уже дает 330. То есть чем выше вольтаж, тем ниже мощность. На самом деле, я до настоящего времени очень плохо разбирался в этих вольтажах. Единственное, что я знал, что надо смотреть негатив или позитив, то есть минус или плюс в центре, для того, чтобы не спалить педаль или устройство. Ну, иногда на устройствах пишут ампераж. Вот, например, на электроне здесь написано, что 12 вольт DC 1 ампер. 1 ампер ни один выход здесь не дает. На устройстве написано по-любому с запасом. Вроде видел видео, как подключают электрон, и он прекрасно работает. Для чего вообще все это нужно? Хочется немного пофилософствовать об этом, потому что люди, которые выступают, они носят с собой сетап. Если у вас 3 устройства, то, может быть, у вас будет время полчаса на то, чтобы подключиться, все скоммутировать. А если у вас 4, 5 или 6 устройств, то это просто занимает уйму времени. Вам необходимо провести какой-то саундчек. Вам нужно все подключить, найти место рядом с диджеем, например, который также занимает место. Ну, а те, кто часто играет и гастролирует, прекрасно знают, что столы не подготовлены для таких вещей. Ну, бывают, конечно, очень крутые мероприятия, где промоутеры готовят и столы, и площадки отдельные для лайверов, отдельно для диджеев. Я читал, что многие используют педал-борды для этого, для того, чтобы притащить уже скоммутированный свой педал-борд. И просто воткнуться в розетку, и там, условно, подать мастер на микшер, и все. Процесс подключения будет занимать у вас 5 минут. И всю свою энергию вы можете направить на ваше творчество, на взаимодействие с публикой, а не на то, чтобы нервничать, подключать, там, искать запасные розетки. А может быть, вам не дали их, эти розетки. Вы уходите, там, ищите световика или какого-нибудь человека, который отвечает за оборудование. Случаи бывают разные, и поэтому все равно стоит надеяться на себя. Как лишних проводов лучше с собой взять, например, уникальных, которых у вас может не хватать. Также и я рекомендую попробовать подключить все заранее дома, скоммутировать миди, потому что вот эти устройства, они компактные, они крутые тем, что у них можно настроить программ-чейндж, да. Кстати, микрокосм тоже программ-чейндж поддерживает. И вам не остается ничего, как просто подключиться, и у вас уже все настроено. Вы просто играете лайв практически как на компьютере, в том плане, что удобство, что внутри все будет скоммутировано. Но проблема с питанием также существует. На три устройства нужно три розетки. Блоки питания занимают тоже приличное место, поэтому у меня и возникла идея снять это видео. Возможно, оно кому-то будет полезно и интересно, и вы расцениете для себя возможность подключения вашего сетапа через вот такой вот Power Supply для педалей. В комплекте к этому питанию идут вот такие провода. Они разного цвета, и разница их заключается, во-первых, в размере вот этих вот штекеров. У них разный диаметр. Ну, для всех устройств они, получается, разные. А также у них разная полярность. Вот, например, вот этот черный, он подходит стандартно для педали. Там, по-моему, минус в центре, да, сейчас я проверю. Да, минус в центре, 9 вольт. Мы на него подаем. Сейчас подключим питание. Педалька наша работает. Получается, что вот этот вот рычажок в положении 9 вольт, и он дает 660 миллиампер. Что, в принципе, для этой педали будет достаточно. Что же касается электронов, то для них я выделил второй и третий выход. И сделал его на 12 вольт, и, получается, они дают по 500 миллиампер часов. Сейчас посмотрим, хватит ли 500 миллиампер часов для электрона. Потому как на устройстве написано, что он должен потреблять 1 ампер. То есть, это 1000 миллиампер. Диджитак запустился. Это прекрасная новость. И теперь мы таким же проводом подключим наш диджитон. Хочу также обратить ваше внимание, что на панели этого питания указана загруженность по мощности этого блока. То есть, если мы сейчас включим, наверное, он на 40% уже загрузится. Да, вот видите. Получается, что мы что-то еще можем подключить с этого блока и запитать какие-то еще устройства. Два устройства у нас уже работают. Педалька, то есть, три устройства. И мы можем уже играть live. Вот такой вот компактный. Суть вообще этого питания заключается в том, чтобы максимально компактно использовать ваш гир. Для того, чтобы, во-первых, не таскать тяжелое. Во-вторых, не занимать много места. Если у вас вот такой компактный сетап, я думаю, что это вам здорово облегчит ситуацию, о которой мы говорили. Также хочу заметить, что у этого питания вот здесь есть USB-выход. В руководстве написано, что он дает также 1 А, 1000 мАч. И подрубим к нему сейчас BlackBox. Посредством USB наш BlackBox также тянет. Супер! Загруженность показывает 40%. То есть, я, например, с таким сэмплером, с драм-машинкой и с синтезатором, и с педалькой могу использовать этот блок питания, сэкономив на четырех разных блоках питания разной мощности и разных подключений. Здесь по USB, здесь они 12-ти вольтовые, здесь 9-ти вольтовые. Кажется, это супер. Обычно эти штуки прячутся вниз под педал-борд, чтобы не было видно их. Ну, или, я не знаю, если у вас нет педал-борда, вы можете, в принципе, лучше им обзавестись, мне кажется. Я тоже думаю о том, чтобы приобрести педал-борд себе для вот такого компактного сетапа. Также хочу заметить, что разъемы, которые присутствуют на электронах, ну и на педалях в том числе, они заснимают очень много места. И обратите внимание на людей, которые играют на гитаре, они уже собаку съели на этом. Есть специальные такие провода, коммутационные такие угловые, да, джеки. Питательные провода также здесь на угловых для того, чтобы сэкономить место, чтобы можно было придвинуть максимально близко и при этом также не терять место. Как минимум, мою функцию эта штука уже выполнила, потому что различное подключение вот этих устройств, все в одном месте. Питание-то, кстати, довольно качественное, оно не имеет шумов. По крайней мере, за то время, пока я ее тестировал, шумов я не услышал. Если вдруг вы хотите подключить электрон, аналог фо или аналог ритм, это устройство, оно больше, чем диджитоны и диджитакт, и потребляет мощности тоже больше. Сейчас я вам покажу. Здесь на задней части написано, что он потребляет 2 ампера. Ну, то есть 2 ампера это питание вообще не выдает. Все, что оно может выдать, это 660, 500 или 400 или 300. Для этих устройств этого хватило, но для этого, скорее всего, точно не хватит. Но мы сейчас проверим, мало ли, может быть написано 2 ампера, а на самом деле потребляет он меньше. Для полноты и объективности, конечно, этого эксперимента необходимо иметь вольтметр, для того, чтобы замерить, сколько миллиампер часов потребляет каждое устройство, потому что написано 1, а на самом деле получается, что оно меньше ест. Таким образом, можно было бы вычислить, сколько примерно устройств можно было бы подключить. Но у меня нет возможности сейчас так потестировать, поэтому тестирую вот так. Давайте попробуем подключить электрон, например, за место диджитакта. Сейчас все уберем, эти электроны, и подключим аналог 4. Слышу какой-то звук и вижу, что красная лампочка погасла. Наверное, не хватает его мощности. Но я на самом деле об этом знал, и запас одним проводом специальным, который продается для этого питания, выглядит вон так. Что он делает? Он суммирует ампераж. То есть мы берем, подключаем к двум выходам и суммируем ампераж. Ну вот, кажется, он запустился. Когда устройство запускается, оно потребляет чуть больше энергии, чем необходимо. У меня еще не было возможности протестировать такую вот коммутацию питания на длительном промежутке времени. Поэтому не знаю, долго ли проработает электрон аналог 4. Думаю, что через какое-то время я напишу комментарий. Но, по крайней мере, мы видим сейчас, что он работает. Он включился. Правда, немножко моргал в начале. Попробуем еще раз включить, будет ли он моргать. Разок дернулся. Ну, не знаю, хватает ему мощности или нет. Но, в общем-то, электрон аналог 4, микрокозм и blackbox нагружают эту коробочку примерно на 40%. Что, в принципе, здорово. Попробуем сейчас подрубить какой-нибудь еще электрон. С этой стороны также есть разъем. И подключим к нему DigiTact. Но этот девайс нагрузил прилично наш Power Supply до 70%. Я думаю, что это максимально, насколько стоит испытывать его. Можно, конечно, и больше попробовать. Но тогда стабильность на выступлении гарантировать вам никто не сможет. Потому что самое важное на выступлении – это стабильность. Чтобы у вас работало все отлично и чтобы ничего не отключалось. Интересно, а если отключить blackbox? Сильно он вообще берет? Да, прилично. Опять опустилось до 40. А если отключить микрокосм? Также до 40. Если сейчас логически подойти, то синтезатор плюс драм-машина и сэмплер – это идеальная схема для лайва. Давайте проведем еще один классный эксперимент. Поскольку это питание имеет возможность подключить еще и 15 вольт, тогда мы сейчас подключим еще EUROREC синтезатор. Два электрона. Одна педаль. И попробуем подрубить сейчас EUROREC. Для того, чтобы подключить сюда EUROREC, я 6 и 7 вольт, рычажки в положении сделал на 15. То есть получается 15 вольт на выходе будет давать 400 мАч. Насколько я знаю, что один только модуль, битбокс, микро потребляет 400. Поэтому я не буду экспериментировать с одним проводом. Сразу сделаю два. Я суммирую мощность до 1 А. Этот разъем немножко слабоват, конечно. Надо попробовать другой купить. У них, кстати, эти разъемы, они делятся там Type 1, Type 2, Type 3. Посмотрите в описании. Есть размеры внешние и внутренние отверстия для того, чтобы понимать, подойдет ли они для вашего устройства. Пожалуйста, модуляр также работает. Ага, смотрите, кстати, интересно, сейчас 40, да, а при включении было больше. Это, кстати, еще раз доказывает о том, что при включении 70, и пока он включается, потом 40. Ну, все устройства, похоже, так себя ведут. Нормальная практика. Для включения необходимо чуть больше энергии, чем для работы. Хотя, если нагрузить, интересно, устройство проводами или какими-нибудь пресетами, сэмплами, как оно будет потреблять энергию. Если вы вдруг разбираетесь в ампераже, напишите в комментариях, как это работает, и, может быть, ваш совет будет полезен для людей. Здесь есть еще такой красный проводок. Кажется, у него центральный чуть-чуть потуже. Он тоже имеет плюс в центре, в отличие от проводов, которые необходимы для педали. Может быть, он будет менее, точнее, более надежным. Ну что, итого, нам удалось с этого питания вытащить два электрона. Небольших. Одну педальку в микрокосм. Небольшой модуляр. Хотя, вот этот модуль точно потребляет 400 мАч. Это я знаю, так написано на сайте ModularGrid. Вы, кстати, пользуетесь ModularGrid? Обязательно пользуйтесь, потому что это очень полезный сайт для тех, кто собирает модуляр. Вы можете посмотреть глубину, мощность, которая вам необходима для вашего модуляра. И, в принципе, сортировать по разделам. Ну, а кому также интересны модульные синтезаторы, смотрите мои модулярные будни. Я сейчас готовлю выпуск про следующие модули, так что подписывайтесь. Ну что, попробуем устроить разнос этому блоку питания и подрубим к нему еще аналог FOO. У меня есть еще один такой сдвоенный кабель. Здесь я настроил на 12. Он, кстати, нагрелся уже. Корпус у него железный, кстати, чтобы вы знали. О, нет. Красная лампочка. О, ну он включился. Слушайте, он, короче, включился. Но Power Supply говорит нам, что 90%. Ну, короче, почти на всю. Не знаю, насколько вообще рабочая схема использовать это в таком формате, когда здесь 90%. Опять-таки, те, кто играет на гитаре и использует такие питания, напишите, пожалуйста, в комментариях, если у вас 90%, насколько стабильно работает такое педание на сцене, не глючат ли педали, не отрубаются ли они. Очень интересно. Но, по крайней мере, запустилось. Два маленьких электрона, один большой, педаль микрокосм и небольшого формата Еврорек. Давайте попробуем подключить маленький Еврорек. Все равно носить очень много оборудования так же неудобно. И вы же, наверное, стремитесь к тому, чтобы оборудование было компактным, ну, чтобы влезало в ручную кладь, ну, или там, чтобы просто было не тяжело носить на спине. И если вы используете много электронов, может быть, один модулярчик маленький вам будет достаточно. Ну, вот шик. Смотрите, этот модуль Supercell. Не знаю, сколько он потребляет, но, по-моему, немного я напишу, сколько он потребляет. Supercell запустился. Два электрона, большой, маленький. И микрокосм, и при этом 70%. Как вам такой результат? А теперь представьте, сколько бы места занимало каждый адаптер под это устройство. То есть раз, два, три, четыре, и плюс еще один блок, пятый блок для педали. Во-первых, мы сэкономили место, а во-вторых, мы сэкономили коммутацию. Ну, и сэкономили время на подключение в клубе. Не знаю, насколько это полезно будет для вас. Потенциально подумайте, есть ли смысл вам заморачиваться с таким питанием. Но мне было интересно это проверить. Я рад вообще, что получилось подключить сетап через питание для педалей. И я думаю, что у кого-то из вас тоже возникнут такие мысли. Чтобы оптимизировать место, чтобы все это подключить и не переподключать. Может быть, на педалборд поместить. Электроны очень круто на педалборде тоже смотрятся. Их можно приклеить. Вот, у меня есть липучки уже на них. Я использую для того, чтобы они не падали. В том числе и в студии. То есть отлепил, прилепил на педалборд. И, кстати, также удобно, когда в студии питание уже подключено где-то там, да? Например, чтобы его не вытаскивать оттуда. Если у вас большая студия, неудобно постоянно вытаскивать. То такое питание портативное. А в студии уже подключены, скоммутированы провода. В кабель-канале там где-то лежат. Чтобы их постоянно не доставать. Но это лучше, чем покупать еще блоки питания для электрона. Ну, в смысле, еще одни. Одни для студии. Другие для каких-то гастролей. Ну что, у меня есть еще один классный челлендж, который я хотел бы проверить. У меня есть вот такой RAV Power. И сейчас все это добро мы будем питать не от сети, а от пауэрбанка. У него мощность 60 ватт, по-моему, максимальная. Не знаю, вытянет это или нет. Посмотрим сейчас. Но мне кажется, это будет большим достижением, если эта вся штука будет тянуть все это оборудование. Аналог фон не включился. О, включился. После того, как включились Digitact и Digitone, аналог фон тоже запустился. И потребление на 70%. Ну, шикарно. Кажется, и такой вариант тоже может работать. Блин, круто на самом деле. Сейчас вся эта система подключена к пауэрбанку через вот этот блок питания, который подключен вот эти все устройства с различным вольтажом, с различным амперажом. Кажется, это может решить некоторые сложности, которые у вас возникают при подключении. Ой, горячий. Тема популярная с использованием сетапа на улице портативным. В общем, я сейчас это оставлю. Пауэрбанк мой заряжен полностью. Какие-то звуки он узнает. Короче, я его сейчас оставлю включенным и скажу потом в итоге, сколько часов проработает вот эта вот система. Запущу, пусть они играют. Честно говоря, я сам до этого плохо разбирался в вольтажах, в ампераже. В принципе, электрика довольно сложная для меня тема. Ну, как сложная. Она не сложная, просто я никогда этим не интересовался. И погрузившись немножко, я почитал, посмотрел, что как. На местности, грубо говоря, подключил, посмотрел, разъемы подходят ли, которые в комплекте. Заказал вот эти разъемы, которые увеличивают ампераж для устройства, которым это нужно. И вроде более-менее все стало понятно. Педальки с негативным внутренним контактом, а электроны с позитивным. Педальки 9, эти 12. Эта штука 15. То есть, вот три различных устройства подключены к этому. Это объединяет многие устройства, в том числе помогает вам построить ваш уникальный сетап. Точнее, построить его для портативного использования и отказаться от постоянной коммутации. Я думаю, что это основной поинт, для чего вообще это нужно. Для того, чтобы не коммутировать это на месте, а думать лишь о музыке и думать о публике, которая пришла вас послушать, отдаться по полной туда. Просто одну розетку, одну стереопару, например, на микшер, и у вас ваш компактный сетап будет работать. К сожалению, длительного времени у меня не было все это потестировать, но я думаю, что после того, как видео выйдет, я обязательно после того, как это работает, стабильно или нет, ну или отдельно видео сниму. Но я думаю, нет смысла снимать отдельное видео про это. Просто напишу и закреплю в комментариях, чтобы вы понимали, стоит ли вообще на это рассчитывать. Я думаю, что на питание нескольких устройств, там до 70%, я думаю, что будет точно хорошо. Что касается 90%, тут уже вопрос, конечно, риторический. Но если вы, конечно, об этом знаете, и у вас есть практический опыт использования, напишите, пожалуйста. В итоге я доволен тем, что получилось. Я доволен тем, что можно и даже еще от пауэрбанка все это дело запитать. Ну и обратите внимание на людей, которые играют на гитаре, потому что они подключаются к педали специальными разъемами, которые имеют угловатый такой формат, для того, чтобы экономить место и не отодвигать устройства далеко друг от друга. Те, кто играет на синтезаторах, берите на вооружение такой подход к коммутации. Если хотите пообсуждать эту тему или какую-то другую тему, связанную с оборудованием или с музыкой, с вашей музыкой или музыкой, которая вам нравится, вступайте в наш телеграм-клуб, там мы общаемся и обсуждаем какие-то тонкости. Также это видео можно будет пообсуждать там, как только оно выйдет. Так что добро пожаловать. Ссылки в описании к видео. Большое спасибо всем, кто смотрел это видео. До скорой встречи, пока!